Всем привет! С вами снова Александр, а это значит, что вы на канале МОТО85. Давайте посмотрим, что же интересно нашим подписчикам. Чем брысы от обычных наколенников отличаются? Спрашивает Дамир. И сегодня я отвечу на этот вопрос. Для тех, кто ни разу не лайкал и не комментировал наше видео, напомню, что именно ваши комментарии и лайки поднимают наше видео в топ и позволяют нас снимать еще больше интересных и разнообразных видео. Поэтому лайкайте, пишите комментарии и отправляйте это видео своим друзьям. Вопрос, который я задал Дамир, на самом деле не праздный. Ведь стоимость хороших наколенников варьируется в районе 5,5-7 тысяч рублей, а стоимость брейсов начинается только от 22 тысяч рублей. А стоит ли переплачивать за брейсы и в чем их принципиально отличие? Давайте разберемся. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, я взял две популярные модели. Это наколенник Elite Dual Axis, самая популярная модель среди обычных наколенников, и модель EWS Axis Pro. Как видно визуально, основное отличие наколенников от брейсов в наличии брейсов вот такой вот жесткой алюминиевой или карбоновой рамы. Для чего же она нужна? Смотрите, основное, что дает наличие вот такой вот жесткой рамы, это, собственно, как раз эта жесткость. Если мы возьмем даже самые хорошие наколенники, вот, например, модель LED Dual Axis, очень популярный, очень ходовый и очень удобный. Но смотрите, что происходит, если я начинаю их сгибать или скручивать. Вот я их сгибаю, видите, сгибаю, и вот я их скручиваю. Несмотря на то, что пластик здесь достаточно толстый, они гнутся как ватный. Видите, что происходит? Все скручивается. В отличие от наколенников, брейсы со своей жесткой рамой не скручиваются вообще. То есть, что бы я ни делал, в этом месте, где бедро соединяется с голенью, сустав жестко закреплен и не дает ноге болтаться в этом брейсе. Какие же еще принципиальные отличия у брейсов есть относительно наколенников? Одна из особенностей брейсов – это наличие специального шарнира. Собственно, здесь он вот таким вот образом представлен. В большинстве случаев этот шарнир выполняет несколько функций. Первая функция – это ограничение разгибания брейса. Если наколенник у нас ничем не ограничен, ну, кроме вот этих непосредственно пластика, и каким-либо образом изменить угол разгибания невозможно, то есть максимум, если у вас наколенник разгибает до 180 градусов, так всегда и будет, то у брейса возможно изменить угол разгибания самого наколенника. Делается это таким образом. Вот сюда вставляются специальные ограничители. Где-то они вставляются как пластиковые вставочки, где-то они регулируются непосредственно винтами, как на стилистках. И что же происходит? Мы вставили сюда ограничители, при этом брейс можно отрегулировать таким образом, что он не будет до конца разгибаться. То есть сейчас вы видите здесь 180 градусов. Если я вставлю вот такие вот штучки, я могу уменьшить это значение до 150. Например, брейс будет разгибаться максимум до вот такого значения. Зачем это нужно? Если у вас колено травмировано, вы прекрасно понимаете, что вот так вот выгибать колено вам больно и неприятно, и это слишком большая нагрузка. Поэтому вы ставите ограничитель и не позволяете колену полностью разгибаться. В этом еще одно принципиальное отличие брейсов от обычных наколенников. Еще одно отличие – это помощь ноге при сгибании. Что это означает? У некоторых видов наколенников система шарнира устроена таким образом, что там есть или шестеренки, или какие-то специальные механизмы, которые позволяют нижней части сгибаться одновременно с верхней. К сожалению, несложно это продемонстрировать, но суть здесь в том, что когда вы сгибаете верхнюю часть, нижняя сама автоматически начинает сгибаться. То есть вы тратите меньше усилий на то, чтобы нога сгибалась. То есть как бы верхняя часть, она помогает нижней. В этом случае нагрузка распределяется более равномерно, и сустав меньше напрягается. А значит меньше значит, значит меньше травмируется. На этом все. Я надеюсь, я ответил на вопрос Дамира. Если у вас появились какие-то другие вопросы, пишите в комментарии, и мы обязательно снимем по ним еще одно видео. Всем пока! Увидимся на канале МОДА-85. Поехали! Продолжение следует...